В республике участились несчастные случаи на водных объектах. Чаще всего люди забывают об элементарных правилах, укупаются в необорудованных местах. Спасатели начали проводить профилактические рейды, они посещают так называемые дикие пляжи. Подробности в следующем материале. Купальный сезон только начался, а в республике уже фиксируют рост количества утонувших. С начала года погибло более 20 человек. Сводки происшествий на воде пополняются едва ли не каждый день. Призывы спасателей людей не пугают. Чаще всего тонут взрослые мужчины, которые купаются под шофе в необорудованных местах. Печальную статистику пополняют и дети. На этой неделе в Канаше утонул 11-летний мальчик, который купался в пруду со своими друзьями. Помочь ему попросту никто не успел. Все произошло мгновенно. Скорее всего это здоровье, судорога или дыхание перехватило. Поэтому меры безопасности при нахождении возле водоемов на воде должны быть превыше всего. Дети без присмотра, особенно до 14 лет, не должны находиться возле водоемов. Купаться не должны одни. Независимо от того, плавает, не плавает, хорошо или плохо. Нижний Бьевгэс. Для купания это запретная зона. Правда, предупреждающие аншлаги людей не останавливают. В жаркую погоду сюда приезжают сотни человек. Ни в коем разе далеко не заплывать все равно. Надо соблюдать прежде всего меры безопасности. Независимо от того, погодные условия, возраст, физическое состояние. Но с водой шутки плохи. Это все же стихия. Я очень хорошо плаваю. Дедушка очень хорошо плавает. И, конечно, выше вот этого мы его никуда не отпускаем. В бассейн он ходит и все прочее. То есть очень строго. В республике для купания специально оборудовали 14 пляжей и 17 прудов. Для безопасности людей здесь очищают дно и огораживают опасные зоны. Установлены поплавки и ограждения, за которые ни в коем разе нельзя заплывать, потому что там уже не знаем, что творится. Чтобы предупредить возможные ЧП на воде, в республике намерены провести рейды по диким пляжам. Правда, каждому отдыхающему спасателей не приставишь. О своей безопасности люди должны заботиться сами. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.